Трагедия в Ширинском районе. В результате пожара погиб человек. По сообщению МЧС, в ночь на вторник в деревне Малая Сыя загорелся двухквартирный дом. Первыми к месту вызова прибыли добровольные пожарные села Ефремкино. Произошло обрушение крыши. Внутри огнеборцы обнаружили погибшего 60-летнего мужчину. Предварительная причина случившегося – замыкание электропроводки. Обстоятельства о гибели сельчанина устанавливают следственные органы. А в абазе пожарные спасли человека из горящего дома. Там из-за неосторожного обращения с огнем также вспыхнул деревянный многоквартирный дом. Сильный ветер осложнял тушение пожара. Спасатели эвакуировали шестерых жильцов. Еще один человек не мог выбраться, но сотрудники МЧС сумели его спасти. В Хакасии сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем. Чтобы остановить лихача, полицейским даже пришлось применить табельное оружие. Как рассказали в Республиканской ГИБДД, все произошло в поселке Копьево Арджинкидзевского района. Инспекторы попытались остановить машину для проверки документов у водителя, однако автолюбитель только прибавил скорости. Началась погоня, удирая от патруля, водитель грубо нарушал правила, а проехав поселок, он направился в сторону города Ужур Красноярского края. Тогда инспекторы ДПС приняли решение стрелять по колесам. В итоге легковушка съехала на проселочную дорогу и вскоре водитель остановился. За рулем находился 32-летний житель села Новомарьясова. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. Он лишен прав до конца 2022 года. На этот раз у него также присутствовали признаки алкогольного опьянения, как и у его приятелей, находившихся в машине. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. В последнее время в Хакасии участились случаи, когда инспекторы ДПС выявляют у водителей поддельные права. Многим кажется, будто купить удостоверение гораздо проще, чем отучиться в автошколе. Однако житель Черногорска пошел еще дальше. Он пришел в отделение ГИБДД, чтобы обменять липовые документы, у которых истек трог действия. Мужчина спокойно занял место в живой очереди, видимо, в надежде, что полицейские ничего не обнаружат. Однако инспекторы заметили несоответствие шрифтов бланка и обрезки фотографии. Проверка по базе данных подтвердила опасения. Предъявленное водительское удостоверение было выдано ГИБДД Республики Ингушетия в 2007 году. На самом деле, указанная серия документов в Ингушетии не значится. Материалы дела передали в отдел дознания МВД России по Черногорску.